А им говорили, должно ли все может забродить или сгодить, душу спасти или погубить. Но они молчали. И воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянулся, и стала рука его здорова, как другая. Люди часто не отвечают на вопрос и не знают ответов. А здесь они знали. Ну вопрос первый. В субботу добро делать или зло? Все же непонятно. Какая разница? В пятницу надо добро. А если зло? А почему зло по отношению к вам? Оно по отношению к меня может быть зло. И они не отвечали. Душу, Даша Христос говорит, добро или зло делаем, от этого зависит состояние. Души, душу, спасти или погубить. Вот представьте, толпа огромная, богоборство, ходят божество, старики с бородами, женщины одетые по форме, все. И вопрос ко всем, кто все задает, спасти или погубить. И они молчали. Это такое состояние народа. А ведь оно не тогда только было, так и сейчас. Я за фокус задаю неоднократно священникам. Вы хотите людей спасти? Каким путем? Вы что выдавали? Вот это мощь, руки, голову воздействие. Какая польза от мертвого живого? Когда от живого живого пользы всегда дождешься. А вот как-то, что-то где-то, что-то сделают. Пишут священники, они как? Без меня ты не спасешься, у меня благодать не махнул рукой. Никакой уверения будет, что я не спасешься. Но взамен отврата и битвы свободы. Чистотих, чистотих, подходит. Вот сейчас о поясе считали. Петру сказали, ты подпоясался, припоясался и ходил куда хотел. Так Петр, припоясан был или нет? Что бы ему Христос сказал? О чем я говорю? Что у нас не по уставу? Про кто я делал пояс? Мы ничего не можем сделать. Почему? Наглые бесчинники. Совершенно не признают ни устава. Да какой же там Бог может быть? Все отражено. А выход такой. Слезы. Горькие слезы. Что среди нас живут люди, которые ничего этого не хотят соблюдать. И частицами узнают. Видишь, беззаконника сообщаешься. 49-х псалом об этом говорят. Это все было 3000 лет назад. А какой результат? И во зрелом на них, и в гневом. Скорбя об ожесточении сердца. Вот я ему договорюсь сегодня, вот зайду, о поясе. О ожесточении, о пыль на потолках. То же самое. Что я тебе сказал? Лучше с поясом или без поясом? Лучше вот там нарушать или соблюдать? Это то же самое отношение. А спасение от отцоветствования? Добро и зло. И в это отношение на эти ответили? Что добро и что зло? Христос прямо поставил вопрос ребром. В раю быть или в аду? И они стояли, смотрели, не отвечали. Даже не верят. Но я бы не поверил, если это не было засчитано. И эти люди единственные избранные Богом на цель. И Бог отвергнул из-за этого. Бог избрал нас, язычников. Скажите своим нарушителям устала, Бог отвергнет их. Те отступники, которые у нас были, ушли, у них ничего нету. Ничего нету. Спрашивают, куда ходите? Да никуда не ходим от священия, я же не говорил. А что нового? Да ничего у нас нет, только на работе. И все. Помощь и все потеряем. Бог пахнет, но ничего нету. У Бога-то это все просто делается. Ты ревнуй, у тебя огнем горит. Написано в твольне. Ты пламя, не видели, как от свящей огонь? Она разжечь эту песню судьбить. Мне это не все равно. В 1 Коринфянам 15, 58. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте твердые, непоколебимы. Всегда, чтобы успевайте белье Господнем, знай, что будут нашли тщательно перед Господом. Любовь думает, что вы зайдете сегодня. Это перед Господом все учитывается. Покажи свою верность. Вы, жены, пойдите. Вы же знаете, все время репетишек. Все годы приходилось кладить. Минуту батюшка их уже бегает без пояса. Минуту опять на улице без пояса. Почему? И снова это заражит. И еще-то. И сколько лет это заражит. И еще-то, и еще. Какой-то, и вновь никакой. И ничего нельзя сделать. Совершенно люди не представляют суда Божьего никакого. Почему? А причина в нас, что мы не ревнули. Я подошел, сказал, у тебя вы хорошие. Потому что вы молчите. Ты сейчас в первую очередь через дорогу перескочила и сказал, этого делать нельзя. Мы приехали, чтобы по уставу жить. Нам легко по этому уставу жить. Мы от всего мира отделяемся. К нам приехала очень недалеко киносъемочная группа. И промахнулись, и мы проехали. А когда на то озере, в дальнем еще купались. Ленин говорит, бегут три медишечки, все в поясах. Мы поняли, попали туда. По поясам машина. У меня было такое дело, я проповедовал. Подходили люди, говорили, а можно за поясок вас рукой потрогать? Мы не коррели. А выкровенный пояс. Взрослые ящики подходят, пояс считают. Обыкновенные елочки. Что там в ней есть? А что в ней есть? Подкушали. Более ста раз двигали. 108 раз или 109 говорится под пояски. И ни разу распояски. Что тебе еще надо? Христос был в поясе. Считай первую главу Откровения. Ангелы все с поясами. Ангелы не могут с поясами. Демоны распоясались. Кого подражаешь? Они распоясались и пали с неба. Давыц припоясался там еще. Поляно-крестители говорят, что они не знают, какие волосы были. Какие от глазами мы знаем. Начлез, распозненный пояс. Зачем все евангелисты об этом говорят, это никакого значения не имеет. А там в Новом Завете написано. Петра ангел разбудил, когда он встал в стенице, и говорит, встань, припояжься первым делом. А потом забудешь. Значит, что? У него пояс был вязан. Что он тебе скажет, ангел? Он скажет, расхристанный, распоясанный, вставай. Ну, как что-то он должен тебе сказать? И апостол пояс. Когда проповедовал, Владимир пришел к проповеднику Агаму, взял пояс, говорит, чей этот пояс, вот так его свяжут. Чей этот пояс говорит, что тебе скажут? Знаете, дом не одного пояса нет. На капостол пояс, все, не такой мудрый был, бестолковый. Ну, ты глянь в момент, что у нас нет мелочей. Павел говорит, не по преданию нашему. А это даже не предание, а писание. Первая Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плодию, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плодию перестает решить. Не просто знайте, а вооружитесь как оружие. Видите, как оружие берез прицеливается. Я должен страдать. А почему я не должен болеть? С чего разу? У меня мысль, я вооружился. Я пришел на эту землю, чтобы страдания не искупать в своей беззаконии. Сколько я грешил, хорошо, что меня нашел Господь. То дух болит, то еще свергит где-то. Благодарю тебя. Вооружитесь той же мыслью. И страдал за нас. И мы должны страдать. Этой мысль надо вооружиться. Без страданий нам не войти в Сарство Небесное. Я видел плачущих людей, которые говорят, у меня нет болезни никакой. Как я пред Господом предстану? Что я у нас слышу? Послание Галатам 6.9. Павел говорит, делай добро, да не унывай. И мы в свое время пожнем, если не ослабеем. Добро делал эту резьбу. Он говорит, делай добро, не унывай. Я его взял, а он мне пакат, не унывай. Это перед Богом. Ты не шангелый закон, ты должна идти. Я за него молюсь, а он мне, видишь, какие слова говорит. Ну ты же перед Богом это все делаешь. Добро ему зло делай. Так ему научиться надо. Добро это от Бога, зло от дьявола. Что интересно, избавь нас от лукавого. В оригинале стоит избавь нас от злого. Зло дьявола. Это одно и то же слово. Зло и дьявол это одно. Как если ты делаешь на зло людям, а то это от дьявола. Там молитвы никакой нет. Свой телевизор выше ставят, чем требование устало. Мне очень пристально об этом говорить. Я знаю, какая реакция будет. Нерасположенность будет. Я переступаю через это все. Ради души. Чтобы мне ангел не сказал, почему ты молчал? Послание в Великой Самодель 14. Считаем. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Добро или зло делать? Добро. Безбоязненно, верно. И Господу этим угодить. В прошлом воскресенье наша сестра ездила в село Клочки, Ребешинского района, и там его прогнали, не приняли. Сегодня она звонит. Вдруг меня звонит и вызывает в эти Клочки. Из-за одной женщины, я говорю, развести сначала в Клочки, а теперь оказалась одна женщина, приехала из Германии. И она говорит, я хочу побыть с ней. Я сразу воскресил, что если будет хорошо, приглачу ее сюда. И мы с ней поговорим. И она опять литература, опять две сумки, опять на вокзал, и опять поехала. Она очень неверностная. Ее Господь нашел за то, что мы ходили по городу. Вы ее обращение, посмотрите, в 15-м томе, почитайте, Бог привел ее. Она ходила в московскую патриархию. Ходила, ничего не знала, стояла в морозине. А наша сестра одна говорила о лагере. Ее это проснулось. Потом она еще что-то делала. Потом купила книгу. Проснулось. Мысль идти, где, не знаю, где она есть. И вдруг мысль пришла. В книге там написано, фотографии. Полдунова шесть по ногу. Я говорю, проскочила, больше темно. Смотрю, полдунова шесть. Куда идти, не знаю, пошла. И как нарушил этот день, мы на запорной закрылись. Она зашла, в коридоре темно. Я говорю, упала, проскочила вперед, и лбом ударила людей. А дальше ее уже провели. И она настолько ревностная, какое бы дело ни делали, она везде успевает. И все время, мы рисуем ей улыбку. Она не раз уже здесь была, сестра Мимона. Она духом променеет, это от нее не очевидно. Господь нашел ее через слова сестры, которые говорили с прозорщицей. А она работала как раз в Харжуле. Ты не знаешь, какое семечко даст плот. И она нигде ни разу так не нарушила. Она отец в нашу форму приехала. Ее там те, которые прогнали до этого, они ощупали платочек. Она платочек привезла. Как красиво. И они углевали в другое помещение, попросили раздеться. Мы посмотрим, как опять одевать это все. Это православные люди. Ну, не зайдите до этого уровня. Нам нечто показать. Строгость никогда не мешала человеку быть хорошим. Никогда. Строгое воспитание детей написано не стыдить. Строгое воспитание дочери. Она не постыдит тебя. Держи ее в руках. Ты потом рада за тебя будешь. Строгость. Вот у нас в кустах, по форме, овец и кое-то. Это строгость. Строгость это означает вино. Это притворение воды в вино. Смысл вот какой. Филипийцам. 1, 2, 28, 30 стихи. И не страшитесь ничем противникам. Это для них есть признаменование погибелью. Что они просят, что говорят. А для нас спасение. И сияют Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Нем, но и страдать за Него. Какие же подвиги, какое вы видели и во мне, и ныне слышите о мне. Вы знаете, шаршинский район ликвидировали. Его соединили с Тюменцева. С мамонтовским кажется. С Тюменцева. Вот. Другое. И директор, который разрешил нам в Доме культуры быстро, накануне поехала в район. И мы только думаем, только бы с батюшкой она не встретилась. Сразу он взглядет от Ильфа приструнить. И она уже нас тогда не спустит. Мы давали нам, чтобы... Пусть она встречается с коммунистами, пусть с кем угодно, с колдунами, с диктантами. Только с попом, чтобы не встретилась. Он сразу все перегородит за руку. Сегодня я вижу горе, злого. Со словами есть в России, как хрещенники. Всюду и везде вылавляют всякий слух, прокур, где кто, что... Они не понимают, что мы в православии. Докажа, что тебе нужно. Ему надо поднять и отнять. Он не понимает. Это кара России. Они должны вести людей к совершенству. Мы выходим на улицу, начинаем говорить об Евангелии. Они в бешенстве приходят на травы, и пусть нас бьют, что угодно. Он травит, стоит прямо. Горите их в шею. А мы знаем, ради Бога нам даны не только веровать. Не только молиться, крестить все правильно, но и правильно страдать. Страдать, молясь за врагов. 2 Коринфянам 3,14 Но умы их осветлены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не объяснятым при чтении Невского Завета. Потому что оно снимается Христом. А сегодня покрывало при чтении Нового Завета еще хуже. Они не понимают и не знают. Она, я говорю, сестра, дает Новый Завет, и говорит, у вас хоть есть, что надо, нам батюшка сделает. Ну, если меня все бесплатно и нельзя. Он научил мне брать. Что это? От Бога. Что тут непонятно-то? В прошлые годы, когда мне пришлось много свидетельствий при начале перестройки, еще там 88-89, до перестройки еще, я с большими рюкзаками появлялся во всех организациях Барнавула. Пусть домой приезжает одновременно несколько полковников. Собраны все прокуроры в крае. Через Келкаре я не выступал. Ко мне надо, мы впервые наехали. И нам Бог открыл такой источник. Мы покупали в Средней Азии, в Фрунзе, со старшим прессионерами, кипистов-боксистов. И здесь по той же цене давали. Вот за бесстами буквально. И в Средней, и детской Библии, и каких-то это не было. И куда только не звали. Я говорю об этом, знаете, как тут душерадостные ребята. Встречаются эти люди. Где они ходят? Некоторые ходят в сверсток, некоторые стали священниками. Я же не утерял сверстник. Потому что большая аудитория, это аморсное состояние. Два-три человека я конкретно могу работать с ними. И Татьяна 4.18. Будучи помраченным разумом, отчужденным от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения свердец их. Вот они молчали. Невежество, ожесточение свердец. Но мы поедем завтра. Повторяем, мы ничего не знаем. Что нас ждет? Нам нужна помощь. И в прошлый раз мы были благословенны, мы говорили, за нас молятся. Молитесь ради Христа. Все можете, помогайте, чтобы поехали. Здесь нужно оплачивать машину. Мы говорили, Бог дает, у нас все еще есть. Иссианам 4.26. Гневости согрешайте. Солнце-то не займет во гневе вашем. И 4.30. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которому запишите он на день искупления. А где оскорбление? А когда Господь спрашивает их, забор ли зло? Они не отвечают. Это оскорбление Духа Святого. Дух Святой касается души. Они замкнулись и молчали. Промолчали в пустыню. Тысячу лет. А теперь не знаешь, что с мусульманами делать. Любого монаха Христос мог бы так же спросить в течение шести столетий. Говорить или не говорить людям? Нет. Это оболчание. Вы знаете, начинают такие толкования давать. Когда Христос говорит, выйди на середину, Дух начинает, а середина? Это середина добродетель. И мы сегодня читаем. Как все это закручено было. Столько же придумали монахи. Она думала сказать, идите и свидетельствуют. Идите. Скоро Магадет родится. Вам точно будет. Он разобьет эту Византию. Он раздает все ваши храмы. Вы были пленники, мы не говорим. Идите. И они к херону не пошли. Спасти их после Маги или не спасти. Вопрос состоялось. Попубить их или спасти? Если бы проповедовали, они бы все были вежущими. Эти люди очень и очень склонны к религии были. Исайя. 63.10. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, потому что Он обратился в неприятеля их. Сам Иван против них. Бог. Это за 600 лет до 300. Если Бог станет неприятелем, не устоишь. Бог гордым противится. Не гордись, надень пояс. Мусульмане не яд. Сумели одеть всех женщин. Сумели одеть всех мужчин. Все по форме. Ни одного резко прилегало к форме, как у нас. У женщин. Притом не когда молитва идет, а всегда. Хотите убедиться, что съедите в доме, что посмотрите. Не считайте за настоящих мусульманов. Они работают. И нам нужен пример. Лука 13.15. Господь сказал ему в ответ. Люцемерс. Не отвязывает ли каждый из вас вала своему или осла, отвязываясь в субботу? И не ведет ли поич? Спасили, чтобы убить в субботу. А они молчали. А в другом месте он говорит. У тебя бывший. Ты же отвязываешь его в субботу. Молчи. Ну я же видел вчера, ты водил его на воду позже. Ну почему же мне было не развязать человека, которого сатана сковал? Он не может сейчас разогнуться с горбой. И они молчали стояли. Сатана сковал и не дает послушания. Сатана связал и не может себе надеть пояс. Это скованность от сатаны. Неемия 13.8. Тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи в той или иной воде с комнаты. Нужно показать ревность. Все остальное должно быть выброшено прочь. Я перед Богом это говорю. Это не я, я старался так. А до его разверния не знали, что при храме завела комната. И там торию вещи свои принес. Может быть спит. А может быть и не один. И никому дело как будто не было. Он показал ревность. Распахнул дверь и начал все вышлили оттуда. Салом 94.10. Сорок лет я был раздражаем родом с ним. Говорит Господь. И сказал этот народ заблуждающимся сердцем. Они не познали путей моих. Вот ответ, который ждет людей, которые не считают Евангелия. Сорок лет это не два года. Миллионы людей ищут. И они не познали Бога. Но видимо чудеса его это обстоит. И Господь во гневе сказал. И они не войдут в обедовую землю. Моисеев передал. Как не войдут? Он уже видит ее. Да мы кого угодно победим. Не пойдете. А мы пойдем. И они, знаете, пошли. Пошли и побежали обратно. Два человека, сто человек прогнали. И убитыми гора на полном. И в один день играли по крюсам головами. Все. Развернул нас и сорок лет, стали гружать в пустыне. Пока все не перемрете, а новые дети туда-то давали. Не въявите Бога. Если ты здесь не подчиняешься уставу, в другом месте Бог наложит другой устав. Тебя другой подпояшет. Если не хочешь, сам подпоясывайся. И поведет, куда не хочешь. Да даст Господь нам правильно ответить. Когда Он спросит, добро или зло, мы сразу быстро и верно встретим. Господи, добро. Только добро. Я избираю Бога, одного Бога, никого, кроме Бога. Спасти душу не получит. Господи, только спасти душу Твою, мне и ближних моих. Помоги, Владыка. И когда нападает враг, вы всегда поминайте по отрозь Христову. Говори, я искупленная кровью Христовой чадом. За меня кровь Христового, Владыка. Отойдет мне, Сатана. Я кровью Христовой умоляю каждого. Отсвечайте правильно на вопросах. Упоминайте имя Христова. И скажи, избирай Бога, одного Бога. Да Бога, и верите. Аминь.